Приветствую всех, здравствуйте. Я Хайдаев Али Абдулхамидович, брат осужденного Хайдаева Хумайда, город Иркутск, ИК-15 колония Ангарская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Начнем с 2019 года. В 2019 году, 31 декабря, все родственники, все там дома, села, друзей, все знали, что срок заканчивается у Хумайда. Все ждали, готовились дома, там, ну, уборки, ремонты, там, короче, готовились к нему освобождению. Потом я выехал где-то в декабре, ну, где-то в середине, чтобы его встретить здесь и вместе поехать. Музыка После этих событий, что его не выпустили, в апреле начался в этом колонии якобы протест. Этот протест сделали якобы осуждены. Эти осуждены, тех, которые они обвиняют, остались кому-то там пять дней, кому-то месяц, кому-то там два месяца, кому-то полгода. Те люди, которые вообще жизни им не надо, да. Вот таких людей они обвиняют сейчас о дезорганизации в этом бунте. И, естественно, моего брата в этом колонии, единственный там северный Кавказа, чеченец, самый для них подходящий личность, там, с ярким, да, скажем, там, о, у него там статья тяжелая, и тогда, хотя эти статья тоже сфабрикованы, про них тоже писали. И аюбтит ее, там, в начале 2006-м году и 2007-м году. И вот эта журналистка Политковская, по-моему, она тоже ЕСПЧ собирала документы подать, но, к сожалению, она не успела. Ну, на самом деле, в то время, когда бунт был, он находился в ШИЗО. В ШИЗО, это, получается, штрафной изолятор за какие-то там воротник там не поправили, там, пуговицы не застегнули, любая причина, туда можно попасть. Человек находится в ШИЗО, там обычный ключ, электронный ключ, и бывают такие видеонаблюдения у всех там штаба. Если какая-то угроза, они могут по компьютеру только отключить электронный ключ. А этот электронный ключ был открыт в тех камерах, которые им надо было, чтобы они вышли оттуда, да? Пришли с лагеря ребята, взяли скоптерки или откуда у них там ключи, всех выпустили. Как все, он тоже вышел в бараки и ждал. И утром он говорит, что утром приезжает спецназ, вот этот генерал Сагалаков, и все понесло. Якобы кто-то кинул камень, говорит, но я не верю этому. Это причина для того, чтобы Москва дала добро, чтобы жестко подавлять вот этот протест. Сначала не было известно, где он находится. Потом мне позвонили, что сказали, что живых нет. И меня все, короче, унесло. Начал, короче, там звонить всем. От переживаний, от того, что там услышал, что его там нету и так далее. Уже автоматически в голове у меня столько мыслей пробежало. Что я скажу матери? Что я скажу там отцу? Я в этой жизни самого дорогого человека моему брату не мог за него как-то помочь, постоять, короче, оберегать от этого их беспредела, их вандализма. С ног до головы полностью избитый, синий, какой-то фиолетовый, там человек привели, говорит, не может нормально разговаривать. Там пальцы сломаны, руки, ноги, короче, там пятка сломаны, ребра сломаны. И еще на лице, говорит, там вот это, ну, кожу содрали, говорит, короче. Вот этот сам адвокат Галаю со слезами рассказывал то, что видел. За его опыт работы и за свою там жизнь первый раз видел в таком состоянии человека, говорит. Это просто сказать живым человеком, как бы, с трудом я сказал, говорит, из-за того, что ты, да, там переживал, знал, говорит, атаку этот человек, короче, ни живой, ни мертвый, короче. Весь синий, там челюсть сломанная, он не может им не здороваться, там пальцы сломаны, пальцы не гипсованы, ничего, они там такие кривые, короче. То есть и ногу, короче, тоже никак, там уже начал вот конкретно, как только вот это адвокатское, там это, мне кажется, там, они более-менее его не стали там дальше так сильно разрабатывать. И по чуть-чуть, по чуть-чуть он сам там вытягивал палец. Там 18 августа я приехал и сразу мне дали свидание под предлогом, что я буду давать показания. Я согласился, я сейчас пойду свидание и дам вам показания. И адвокат, и следовательно, настаивал, чтобы я показания давал. Потом в СИЗО-1 поехал, час дали свидание. И то время там просто живой скелет, худой, все, короче, глаза там до сих пор не пришли у него, там, походу, после этого. И палец там до сих пор не гипсованный, там, в таком же виде, как согнутый, там, сломанном виде. Телефон не может нормально держать, у него там руки затыкаются, там, говорю, видно, что у него там руки сами опускаются. Меняются руки там, ну, так нет-нет, разговаривать. Слово адвокат, просто слово адвокат, сразу телефон отключается, у него там над душой стоит сотрудник, он что-то ему говорит. Там мне там открывают дверь, говорю, не надо там по следственным действиям рассказывать, там тайна какая-то. Я, короче, говорю, какая тайна, короче. Он имеет право по закону общаться со мной именно по адвокату, по делу, короче. Нет, нельзя там туда-сюда, потом брат, там, короче, рукой там махает, но я телефон убрал. И после этого свидание не дали. Если не будешь показания давать, мы не будем, ну, свидание там ограничили. Они могут какие-то там слова перевернуть, потом говорить, что вот твой брат тебе там дал показания, это то, все, короче. Того, чего я не сказал, могут до него донести по-другому, и как бы он будет переживать. Лучше я, короче, не пойду сюда, не, короче, но отказался от этих показаний. До декабря, да, 20-го года, до декабря он находился в СИЗО-1, и каждый день он находился в разработке, точнее, в камере его. И остальных, да, там, получили то, что от него надо, там, показания и так далее, переводили. А его не переводили, его всегда держали в самые такие ярых заработочных камерах, чтобы специально под наблюдением, чтобы не было, да, никакие там направо-налево. Они знают, что правду, которую там можешь сказать, то, что в отношении себя хотя бы, да, этот человек как бы придет, адвокат, скажет. Начальник колонии 15 Верешак, начальник ИК-15, его два сына был в СИЗО, один работал, а сейчас второй один сын перевели в СИЗО-6. То есть, получается, у них вот эти родственные УЗы везде, управление, там, в УФСИНе, они все, как бы, давно эти, да, не один день, не один лет, они годами занимались этим коррупцием, пытком, избиением, убивали людей, за ними там много крови, они уже, как бы, знают, если кто-то что-то там скажет, вся их цепочка рухнет, поэтому они друг друга поддерживают. Любую жалобу, любую, которую вы отправляете, они дальше его не пускают. Задача вот этой коррупции есть, которая в Иркутской области есть, незаконно продажи, там, лес, животные, там, в зоне они сами сотрудники продавали наркоту, там, там, миллиардами деньги они ворвали, у государства, в лес, там, у зеков, там, вымогали деньги, там, кто-то хочет, там, УДО уйти, или там, какой-то там, более-менее, чтобы его не трогали, там, родственники давали, там, краску привозили в зону, там, какие-то стройматериалы, но эти деньги они себе в карман кладут, и зеки сами за себя, как бы, и кормят, и то, что им необходимо, они сами, как бы, покупают за свой счет. Что помогает? Ну, скорее всего, вера Всевышнего, все время прошу у него, там, терпение, дать помощи, разума, чтобы я как-то мог помочь брату, вот, и то, что на его месте, если я оказался бы, он 101% больше сделал бы, чем я, вот, сейчас, в данный момент, это тысячи процентов, я уверен, он просто днем и ночью не спал бы, он у двери стоял бы возле этого тюрьмы, ходил бы, бегал бы, все, что угодно, чтобы как-то хоть чем-то помочь, но я сто процентов уверен, то, что я сделал, он тысячи процентов больше сделал бы для меня. Ну, к сожалению, да, я не могу, как бы, сделать больше чего-то, чего сейчас делаю. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok